Всем привет, это Effect Prism, и сегодня я вам покажу, как сделать вот такое появление текста. Не будем тянуть время, давайте начинать. Создавать такое появление текста мы будем, естественно, во Fusion, поэтому переходим в эффекты, берем пустую Fusion композицию и перетаскиваем ее на timeline. И переходим во Fusion. Добавляем ноду Text Plus, можно перетащить ее отсюда, можно нажать Shift-пробел и выбрать ее здесь, без разницы. Отобразим текст в левом вьювере, нажав клавишу 1 на клавиатуре, либо же нажав вот на эту точку. Если в правом вьювере, можно нажать на эту точку. Давайте что-нибудь напишем в ноде Text Plus, например, Random Text. Итак, теперь для того, чтобы создать такой эффект, нам необходимо воспользоваться модификатором. Что такое модификаторы? Модификаторы — это настройки Fusion, которые позволяют менять значение параметров в разных нодах более гибко. Модификаторов существует достаточно много, сейчас я не буду рассказывать обо всех, я вам расскажу об одном из них, называется он Follower. Для того, чтобы его активировать, нам необходимо кликнуть правой кнопкой по текстовому полю и выбрать Follower. Теперь, как вы заметили, активировалась вкладочка Modifiers, потому что мы добавили модификатор Follower. Переходим в эту вкладку. Итак, для того, чтобы сделать такое посимвольное появление текста, нам необходимо сначала создать в общем эту анимацию. У нас текст проявлялся плавно, как будто загорался из прозрачного состояния. Поэтому для начала нам нужно сделать плавное появление текста, то есть отрегулировать прозрачность. Для этого переходим на вкладку Shading и убираем полностью прозрачность. И ставим ключевой кадр. Заметьте, мы сейчас находимся в самом первом кадре нашей Fusion композиции, потому что анимация будет начинаться с самого начала. И сейчас перейдем, давайте, допустим, в десятый кадр и сделаем прозрачность обратно единицу. Таким образом мы видим следующее. Вот так. Но у нас появляется целиком вся наша фраза, потому что для корректной работы модификатора Follower нужно установить еще несколько параметров. Давайте вернемся во вкладку Timing. И смотрите. В первую очередь нам нужно выставить значение параметра Delay. Delay это задержка, то есть через сколько кадров будет повторяться анимация, которая длится 10 кадров. Чуть позже станет понятнее. Потерпеть немного. Давайте поставим, например, 3 кадра. Вот так. Если мы проиграем анимацию, то увидим уже вот такое появление. Потому что у нас стоит порядок автоматический. То есть он выбрал какое-то сам себе автоматическое значение, но нам нужно не это. Нам нужен рандом. Для того, чтобы сделать рандом, раскрываем выпадающий список параметра Other и выбираем. Есть рандом, but one by one. Это значит, что у нас проявится один какой-то символ, за ним какой-то следующий. Только после того, как проявится предыдущий. И так далее. Либо же complete или рандом. Давайте сначала посмотрим complete или рандом. Давайте проиграем анимацию. Вот так это будет выглядеть. Какие-то появились быстро, какие-то медленно. Сначала появился один, второй. А потом достаточно быстро все остальные. Ну, мне такой эффект нравится меньше. Гораздо интереснее смотрится, мне кажется, рандом, but one by one. Смотрите, как это выглядит. Вот так. То есть, если... Давайте проиграем чуть медленнее. Появляется один. Когда он закончил появляться практически, появляется следующий. И только за ним следующий. Они появляются по одному. Вот так вот. В принципе, эффект готов. Но давайте я вам покажу еще несколько вариантов, как можно использовать этот модификатор. Например, можно выбрать параметр left to right в order. Тогда у нас слово появится вот таким образом. Можно немножко увеличить задержку. Например, 7 кадров. И тогда у нас анимация станет немного более длинной. Далее. Можно выбрать right to left. Понятно, это в обратном направлении. Inside out. Тогда анимация будет воспроизводиться из середины к краям. Вот так. Симметрично. Outside in. Это то же самое, только сначала будут появляться крайние символы, а потом анимация будет двигаться к центру. И manual curve. Здесь можно настроить вручную, как будут появляться символы. Я пока не пользовался. Мне больше всего нравится. Random, but one by one. Далее. Анимацию можно сделать не только такую. Можно сделать и что-то более или менее интересное. Давайте я вам покажу еще один вариант. Давайте уберем пока с прозрачности ключевые кадры, чтобы они нам не мешали. Вот так. И давайте сделаем вот такой вариант. Давайте в первом кадре положим наши символы как бы на спину. Для этого в параметре rotation по оси x поставим минус 91 градус. И укажем это как ключевой кадр. И, например, в 20 кадре вернем это значение обратно на 0. И тогда наша анимация будет выглядеть следующим образом. Символы будут как будто бы подниматься. Вот такой вот модификатор. Вот такой вот эффект. Я надеюсь, с помощью этого видео вы сможете сделать ваши ролики более разнообразными и интересными. Надеюсь, было вам полезно. Спасибо большое за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok